Всем привет, меня зовут Майкл, я с Ямайки. Это интервью специально для блога Speak to Bash. А у вас там стреляют, убивают? Я же добрый, я же гастафарист. Хотелось? Ты такой милый. Ага, милый, милый. Какой милый же тот, да. Все девушки красивые, бро. Я вообще охуел. Что за чувак? Мне тоже очень нравится, как звучит русский язык. Я очень, очень, очень уважал Смоки Джин. Всем привет, это Дима Баш, это блог Speak to Bash. Наши сегодня у меня очень крутой эмси с Ямайки. Майкл, встречайте. Салат. Салат. У нас дома говорят вагуан, ну типа привет. На ямайском языке, давай попробуй. Яу-ям? Вагуан, вагуан. Вагуан? Вагуан Брида. Вагуан Брида. Типа привет братан. Привет братан. Яман. Откуда ты, как здесь появился? Ну да, ребята, меня зовут Майкл. Я с Ямайки. Я уже, я вообще в Россию приехал учиться. Я три года уже живу в России. Я студент, я учился вообще в Руден, город Москвы. Но я живу в Питере. И я вообще решил в Питер. В Питер приехал. Почему? Потому что мне больше нравится Питер. И Питер уже в России получается культурный город. Понимаешь? Вот поэтому я тут. Как ты же видишь. Здоровый такие. А когда ты приехал в Питер, ты сразу нашел свою нишу? В плане творчества? Ну, я вообще, для начала вообще мне было очень тяжело. Почему? Потому что у меня вообще никого не было здесь. И слава Богу, да. Потому что Джаз всегда со мной. Я тут вообще познакомился с чуваком. Его зовут Малик Персмен. Биг об Малик. Я блесю тебя и твоей семьи. Пум-пум. Я слушал тебя, бро. Расскажи про Ямайку. До скольки лет там жил? Как прошло твое детство? Ну, Ямайка это вообще, ну, маленькая страна. Там солнце. Ну, как все говорят, там растет ганджа. Ну, хорошая тема. Но не будем об этом говорить сейчас. Там легалайз? Ну, не легалайз, но все могут. Ну, чуть-чуть, немножко. Ну, это же у нас, думаю, как культура. Вот ганджа это не просто трава, но это тоже традиция, короче. Именно для Растафари. Ну, Растафари это религия, короче. Вот что такое Ямайка. Сможешь там вообще отдыхать. Там море. И вообще там можно кайфовать, как надо. Правильно. Ну, тогда почему от тебя солнечной Ямайки притащило такой серый Питер? Здесь же солнца нет. Ай-яй-яй. Меня всегда все задают такой вопрос. Ну, я тебе скажу как. Вот смотри, тема такая. Моя мама, да, она вообще училась в России, но не в Питере, а в Москве тоже. И после учебы, да, она вернулась домой. И ей вообще очень понравилась Россия. И она сама вообще решила, чтобы я сам сюда приехал. Но вообще, когда она решила, мне вообще, я вообще не хотел. Если честно. Потому что мне все там говорили, что, блин, в России там холодно, холодно, холодно. У нас тут вообще тепло. Как тебе там будет, бро? Ты вообще офигеешь? Ты вообще, блин, охуел что ли? Ну, блин, я сказал, ну почему нет? Даже, знаешь, какая мама у меня? Я ее вообще доверяю. Я знал, что если она так решает, значит, у меня надо оттуда. И вот я отказался здесь, в России. Ты помнишь твой первый текст, который написал? Текстал, ты на русском писал? Есть у тебя? У меня есть тексты на русском. Ну, короче, я сейчас пишу текст на русском. Ну, трек на русском языке. Но он еще вообще не готов. Я пока, ну, еще работал, короче. Вообще писать на русском языке очень сложно. Но, как сказать? Мне тоже вообще очень нравится, как звучит русский язык. Именно там, на рэп, короче. Вот. Но, если честно, вообще очень сложно писать. Очень сложно. Но интересно. Поэтому я хочу. Тебе кажется, русский язык более мелодичный, чем ямайский? Я думаю, что ямайский более мелодичный. Более, да? И мы сразу решили читать без микрофона. Прикинь? Как? Ну, блядь. Что надо было делать, бро? Микрофон плохой. Мы же не смогли уехать домой, правильно? Да. Мы ушли, чтобы выступать. И выступали. Ну, просто без микрофона. И я вообще, блядь. Я так сделал. Ну, я прикинь, я так сделал. Ну, с руками без микрофона, короче. Ну, смешно было, но все равно. На странице вообще был. Тоже. Я сразу там начинаю. И все там прокачали вообще. Ну, прикольно было, но очень интересно тоже. Почему нет? И у меня всегда это в голове, короче, до сих пор. А расскажите теперь по drum and bass. Как ты вообще пришел в эту культуру? Drum and bass? Ну, я, если честно, я сначала занимался, ну, джунгл. Джунгл мюзик. Потому что она очень чуть-чуть похожа на рага. Рага маффин. Ну, почему? Потому что дома у меня же был там знакомый. Он с Лондона, короче. Он джи-джи был и тоже эмси. Джи-джи эмси. Прикинь? Вот. Мы с ним вообще познакомились тоже на выступлении. Мне надо было просто там реггей пьет. А мы с ним познакомились. Мне вообще так было очень интересно. Вообще, как он это делает. Вот. И у меня тоже был опыт такой. Я тоже рэпом занимался. И ты же понимаешь, что думаем без надо, там быстро читать. Понимаешь? Я сразу думал, ну, блин, если я тоже рэпом занимался, могу быстро читать, быстро говорить. Почему не пробовать думаем без? Тем более, я тоже, ну, у меня же свой акцент, я майский акцент, короче. Вот как получилось. Я там тренировался, работал, занимался, занимался. Без отдыха, прикинь. И так получилось. Сегодня могу уже даже играть с языком. Такая тема. Ну, круто, круто, молодец. Я джаблесс. Всегда, всегда так. Да. Расскажи еще про Ямайку. Как там люди живут? Хорошо? Плохо? Вообще, какие там проблемы есть? Ну, да. На Ямайке, я тебе не скажу, что там люди живут плохо или хорошо. Но я просто могу тебе сказать, что там люди очень. Ну, люди там кайфуют, короче. Вот. Ямайка это вообще не богатая страна. Ну, Россия же богатая. Это же понятно. Вот. Ямайка не богатая, но маленькая страна, но она очень позитивная, короче. Люди к нам всегда приезжают отдыхать. По-нашему, короче. Вот. И на Ямайке тоже можно жить. Хорошо. Я же там жил. И тоже после учебы я туда вернулся и поживу как надо, короче. А. Чем там увлекаются в детстве? Кто-то футбол играет, кто-то гранжу курит. Вот чем ты увлекался в детстве? Я вообще занимался больше баскетболом, короче. Вот. Ну, как учеба, баскетболом и тоже футболом. Но я очень обожил вообще баскетбол. Вот. И футбол тоже немножко. Но это же понятно, что я часто курил. Потому что это же моя культура. Я же не могу без этого. Понимаешь, бру? Я понял. А за футболом здесь в России следишь? Смотришь? Да, да, да. Я смотрю, я смотрю. Ты же знаешь, что Санкт-Петербург Зенит – это один город, одна команда. Как ты относишься к Зениту? К Зениту? Ну, если честно, давай я тебе скажу, как есть, окей? Есть, да, окей. Только он меня обижает. Но я больше люблю сельское Москва. У меня же там много знакомых, поэтому, понимаешь? Но Зениту тоже люблю, но я тебе говорю, как есть. Окей, так и нужно. Вот. Только правда. Только правда. Давай поговорим еще о драмбейсе. Какая еще культура? Есть драмбейс, есть техно, есть хаус. Что ты еще выделишь? Тегно тоже люблю. Но сейчас больше занимаюсь драмбейсом и слушаю драмбейс, если честно. Давай немножко поговорим мне о музыке, о девочках. Какие тебе больше девочки нравятся? Свои или наши? Я все люблю, бро. Ну, какие лучше? Смотри, все девушки красивые, бро. Я уважал девушки, и я все люблю. Не забудь. Да, слышал. Темненькие или светленькие? Ай-ай, бро. Я вообще все девушки люблю, бро. Все, вообще все, все, все. Понимаешь? А русские девочки, они красивые? Или яманские красивые? Ай-ай-ай-ай. Мама миа. Смотри, бро. Девушки, ну, русские девушки, они вообще охуяные. Яманские девушки тоже очень красивые, бро. Они везде красивые, бро. Я все люблю. Даже выбор вообще мне очень тяжело. Понимаешь? А вот если бы у тебя был выбор русский или ямайка, какого бы ты выбрал? Все, бро. Двои? Двои, с двоей сразу. У тебя вообще как в России живется легче, чем на Ямайке? Ну, бро, если честно, ну, ты понимаешь, что вообще... Я родился вообще где солнце, да? И у нас там вообще зимы нету. Вообще не бывает. Понимаешь? Ага. Вот. И я сюда приехал в Россию вообще, ну, холодно, блять. Ты сам, ну, блять, ты что понимаешь? И я даже помню, да? Когда сюда только приехал, бро, я даже не смог выйти, ну, на улицу. Ну, блять, я приехал в Россию в декабре. А ты же снег никогда тоже не видел. Никогда не видел, блять. Это же, ну, мне было очень интересно. Но сейчас меня уже надеяло, бро. Я уже три года в России живу и, блять. Ты уже привык, да? Да, я уже привык. Но с погодой вообще еще нет, если честно. Я хочу дать тебе что-то доброе. Я хочу дать тебе что-то любовь, мой Бог. Хорошо. 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 Биггап и глори, Баб Мали. Легенд не умеет. Сейчас давай поговорим о диджее. С кем тебе комфортер работает вообще на сцене? На сцене. У меня вообще диджее, но МС Зики. Он вообще массовый. Вот. Мне вообще, ну, в России, мне вообще больше понравилось с ним работать. Если честно. Он вообще, он вообще чувствует прямо артист. И сам вообще понимает, что надо, как надо и когда надо. Понимаешь? Ты не пробовал найти свой диджея, вот, например, как Смоки Диа Лу Райдерс? Ну, чтобы именно твой был диджей, который работал под тебя, а ты под него. Ну, да. У меня сейчас есть знакомый, да. Ну, просто с ним вообще очень сложно работать. Ну, у него тоже нет времени, понимаешь? Вот. Но он вообще хочет со мной работать. Я думаю, что он, наверное, ну, в Чечении... Ну, именно он должен быть? Да. Только дома без. Ну, это еще скоро, узнаете. Он вообще очень крутой. Ага. И вообще понимает, и знает, что надо, как надо и когда надо. И делай всегда, как надо. А, вот ты текст пишешь, сложно текст написать? Нет. Как сложно. А сколько у тебя вообще текстов ты пишешь тут в неделю, в месяц? Я же слушаю, я вообще не пишу текст вообще каждый день, бро. Так тоже нельзя, так тоже непонятно, бро. Я вообще пишу, когда у меня вообще есть вдохновение, да, понимаешь? Ага. Если я вижу что-нибудь интересное или если я живу, да, что-нибудь интересное, вот. Я сразу пишу что-нибудь. Но я, ну, писать вообще просто так. Смотрю, у меня даже есть такая тема. В прошлом году я познакомился с чуваком, он рэпер, короче. Ага. Там на Думской, короче. Вот. Мы с ним общались, да, пообщались, пообщались. Я ему спрашивал, что, бро, ты вообще как пишешь текст, да? Он мне говорил, что он даже может писать текст. Он даже надо пишет текст, когда он в метро. Даже за день он может писать текст. Угу. Я вообще охуел. Как можно так писать текст только за один день? Я вообще пишу даже на месяц, неделя. Ну, три-две недели могу писать. Ага. Потому что я вообще выхожу с мыслями. Во-вторых, мне надо с техникой, понимаешь? Как играть там с битом. Ага. С музыкой. А ты текст пишешь под бит или вот это? Под бит, под бит, под бит. А под какой ты бит обычно пишешь? Который у тебя в голове? Или какой-то включаешь и начинаешь поделать текст? Сначала в голове. В голове. Ага. Вот как у меня получилось. Даже когда мне надо писать бит или музыку, да? Я вообще все решено в голове. Придумаю как должно быть звук, бит, под миш. А потом, вообще, у меня есть бит, бит. Мы с вами, короче. Я могу просто через диктофон и муа дуфавит. Мы, у нас идея какая-то будет. Я могу сказать, я джики, джики, what's up, мэн? Угу. 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 Он через это сразу пишет бит. Ааа, ничего себе. Как будто вообще на Астангеле. И когда же твои альбомы будут, когда релизы? Ха-ха-ха. А кстати, у меня даже скоро выйдет новый альбом. Это будет просто мясо, бро. Это, бля, просто мясо. А чем он будет? Короче, у меня даже там, кстати, рэп, drum and bass, jungle и reggae and ragamuffin, короче. Там вообще, у меня там 13 треков. Угу. Да. И тоже у меня будет там трек на русском языке. Ребята, трек на русском языке, это будет просто, бля. Можешь какое-нибудь купле зачитать? Нет, нет. Сейчас нельзя слушать, бро. Я понял. Все послушают, когда будет готов, бро. Это будет просто, бля. Когда ждать? Ну, в течение месяца, короче. О, окей. Да, ребят. Слушай, а чем твои текста вообще? Ну, смысл в чем? Я вообще пишу про свободу. Любовь. Понимаешь? Потому что я вообще, бля, как что-то сказать. Я позитивный человек. И я всегда пишу про свободу. Про любовь. Ага. Свобода. Потому что я вижу… Все тексты о свободе и любви? Не только. Не только. Про гетто тоже. Знаешь, да, что такое гетто? Да, конечно. Я сам гетто. Просто потому что у нас дома, ну, такая тема, она очень, блядь. Очень популярная. Много людей живут в гетто. А у вас там стреляют, убивают? Ну, иногда были… Ну, были такие моменты. Но сейчас я думаю, что уже более-менее нету таких вещей, короче. Но я вообще жил, где вообще стреляли. Я видел все. Я все жил. Я все видел. Поэтому… Сам стрелял? Нет. Я же добрый. Я же растафарист. Поэтому… Хотелось? Зачем мне это надо? Я думаю, что нельзя так делать. Надо любить, надо уважать людей. Поговорим об эмси русских. Вот смотри, у нас есть Смокиди, эмси как бы степа стайл. Еще вот кого ты знаешь и кого бы ты выделил? И почему? Слушай… И… Вандер тоже слушал. Вот. Можешь повторить? Ага? Ты сможешь наших эмси повторить? Смож повторить Смокиди? Нет. Потому что у него там русские слова, бро. И там быстро читают. Ну а так… Я уважал очень-очень-очень уважал Смокиди. Распект Биг О Бридер. Джа Блес Ю. И Степа Стал тоже. Биг О Бридер – Степа. Джа Блес Ю – One Love and Peace. У Вандер тоже. Биг О Бридер – Джа Блес Ю – One Love. Я их все уважал. Потому что, во-первых… Ну, они тоже… Они вообще понимают и чувствуют ритм. Понимаешь? Потому что драмы – это ритм. Ты быстрее Смокиди или нет? Или он быстрее тебя читает? А-а-а… Батя, ты очень быстро. Я думал, что я делал по-своему, он тоже лет. Ну, кто быстрее по технике? Ты сможешь его перечитать? Кто быстрее зафигачит? Или он? Он тоже быстро, я тоже быстро. Понимаешь? Я просто… У меня просто есть одна тема, да? Если я там начинал читать, очень быстрее получился. Понимаешь? У него тоже такие темы, очень быстро получился. Он крутой. Он молодец вообще. Распект. А Степа Стайл чем тебе нравится? Мне нравится Степа Стайл, потому что, если честно, потому что, во-первых, он тоже… Он круто поет, круто читает. И, кстати, он тоже поет на ямайском языке. На Патуа. Прикинь? Я, блядь, вообще, когда первый раз слушал Степа, я вообще охуел, что, блядь, что за чувак? Он же русский, но читает на ямайском языке, блядь. Я вообще охуел, бро. Это было просто мясо. И я вот, блядь, поэтому из-за этого… Он тоже музыку понимает. Я его тоже очень уважал, бро. Ну, круто. Ты понимаешь, о чем они поют? Что вообще, о чем говорят? Иногда понимал, но я же не могу понять все слова, потому что там очень быстро получится, понимаешь? Смотри, как бы примерно сейчас, да, говорим. Я все понимал, потому что ты медленно говоришь. Я все понимал. А если буду быстро говорить? Если буду быстро. Быстро. Бля-бля-бля-бля. Я был понял, но мне было чуть-чуть тяжело, понимаешь? Такая хуйня. А сейчас у нас рубрика «Вопросы от Ханткор Бабына». Ханткор Бабына, он еще живет. Он живет в наших сердцах. И он будет всегда жить. Встречайте. Да. Давай пять. Один лоб. Один лоб. Один лоб. Давай поговорим про расизм. Как ты вообще сталкивался с этим? Ну да, бля-бля, как что-то сказать. Ты знаешь что? Вопрос про расизм, это вообще… Это вообще очень сложно. Для меня это… Расизм вообще не должно быть. Почему? Потому что… Если я тебе задал вопрос, что такое расизм, ты мне что ответишь? А, у крови все красные. Все люди одинаковые, как бы, внутри. Именно, именно. Не важно, какой цвет кожи, мы все внутри одинаковые. Именно. Вот как мы сейчас, да, сейчас общаемся. Да? Я нига. А ты… Белоснежка. Вот. Я тебе дам лоб. Один лоб, да? Вот. Я думаю, что вообще Россия не должна быть. Это вообще Бабилон. Это Бабилон. Это зло. Зачем мне танчивать? Я просто… Я вообще… У меня примерно, да, в России, у меня все люди почти только русские. У меня афро и русские. И я все люблю, они меня все любят. Понимаешь? Я просто умел задавать добро в настроении. Вот. А ты сталкивался вообще как-нибудь? Говорили, эй, ты… Да, да, много раз. Но для меня это вообще… Это ни хуя не значит, понимаешь? Для меня. А как ты реагировал? Я подарил только добро и любовь. А почему? Почему? Потому что если… У меня была такая ситуация. Я помню. В Москве. Да? Вот. Я не помню, какая станция метро. Я вообще съездил на выступление. Мне надо было выступать. Мы были в метро с чуваком. Он ко мне подошел. И ты знаешь, что он мне говорил? Он мне сказал, что «Россия для русских». Но Россия – это моя рациональная ставь, она… Сейчас я… Я продолжал. Он мне говорил, что «Россия для русских». Он мне говорил, ты, блядь… Такие слова очень неприятные. Я не буду сейчас говорить, потому что нам это не надо. Вот. Я сразу понял, что он просто расист. Но я ему вообще ничего не говорил. И потом, в течение 3 недели, он подписался у меня в Инстаграме. И… Ты… Писал тебе что-то так? Он мне написал. Что, бля, вообще извиняюсь, что мы с тобой очень плохо познакомились. Угу. Но я тебя узнал, это ты. Угу. Ты видишь? Вот. И потом мы с ним вообще стали общаться нормально и спокойно. Вот. Я ему спрашиваю, почему он мне вообще так знал? Он мне говорил, что… Он просто никогда… Он просто… У него были просто в голове такие смысли не поняли про… Про нигров, короче. Он ничего не знал. Мы с ним общались, познакомились. Он сразу вообще много чего понял, что, блядь… Блядь… Это вообще совсем не как он думал раньше, понимаешь? Вот. Поэтому я думаю, что… Если человек расист, это просто потому что… Он знает… То афро. Понимаешь? Надо общаться. Надо, блин, надо радоваться. Надо шучить. Надо играть. Надо курить. Надо тусить. Надо радоваться с солнца. Вот. И пусть этого ты вообще поймешь. Ну, все люди богатые. Вот. Везде есть хорошие и плохие люди, понимаешь? Везде. Везде. Но я думаю, что самое главное – подарить добро, любовь. Всегда и навсегда. Ладно, хорошо. Давай поговорим о менталитете. Чем отличаются менталитеты русские от ямайского? Ха-ха-ха-ха-ха… Ха-ха-ха. Ха-ха-ха… Вот чем? Ха-ха-ха… Я знал, что все… И всех ждут уже и снова вопрос. Смотри. Эм… Если честно, да, у нас на Ямайке люди там очень, очень, совсем очень открыты, понимаешь, они всегда готовы общаться всем подряд, пофиг, они вообще не, Ямайка даже не богатая, я же тебе говорю, вот, если честно, вот, но там люди очень открыты, понимаешь, они вообще не боятся, ну, познакомиться с кем-то, а тут в России немножко, есть такие люди, они, да, я уже, бляд, видел такие ситуации, даже я тут, я стою где-нибудь, я видел, что, ээээ, возле меня стоит парень, да, он вообще хочет со мной познакомиться, он хочет общаться, но он просто боится, он не знает, как я буду реагировать, я сам это чувствую, что, блин, чувак хочет, но он боится, и когда я уже это вижу, я сразу сам кину подойду, типа, бро, what's up, man, what's up, как дела, он сразу начинает, бляд, уже даже говорить больше чем я, Ты думаешь, что ты хочешь его ограбить, нет? Хочешь его ограбить, нет? Телефон там отжать. Нет, вообще в России люди тоже вообще добрые. Кстати, когда в России человек добрый, он слишком добрый. Я всегда говорю, как я думал. Смотри, у тебя были какие-то агрессии в твою сторону, там, били тебя, может быть, бегали за тобой? Бегали за мной. Нет, в Питре еще нет. Но просто такие слова, ну, блядь, такие слова неприятные, короче, уже были много раз, но мне вообще пофиг, потому что я думаю, что, блядь, зачем мне надо даже смотреть на таких людей? Если человек расист, для меня он просто еще много чего не понимает, много чего не знает. Почему? Потому что есть такая история. в Самаре. Я там, ну, не познакомлюсь, но у меня знакомый человек такой. Мы с него сегодня вообще дружимся. Просто почему? Потому что он до этого вообще никогда и не знал, кто такой афро. Он мне говорил, что, бро, я расист. Вот что он мне говорил, когда мы с ним вообще видим первый день. Он мне сказал, что, бро, я расист. Я афро не люблю. Прикинь? Блядь. Я просто ничего не понял, но ничего не говорил. А потом он еще раз подошел ко мне, мне говорил, что ему научили, что афро такие, а афро такие. Я сразу пытался с ним пообщаться. Мы общались, общались. Он понял, что я вообще много чего знал. А потом я ему задавал вопрос, бро, мы с тобой, да, общались. Я тебе тоже показывал много чего, да? А ты что расист, он мне говорил, что он вообще не расист. Он просто раньше много чего не знал. Он даже боился раньше, общался с нами. Он сейчас уже, блядь, сейчас очень должен. Общаемся часто и много раз даже. Поэтому я сразу, через это, сразу понял, что человек может быть расист просто потому, что он закрыт. Когда ты уже, блядь, в вузе, примерно, ездил, за границу, там пообщался, познакомился там с людьми, я думаю, что ты уже станешь совсем другим человеком. Да, надо в общем больше путешествовать, да? Да, 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 такая хуйня. А вот смотри, а вот есть какая-нибудь конечная цель творчества? Что хочешь добиться? Я вообще просто хочу максимально подарить любовь, добро у людей и все. Я знаю, что много, блядь, ну, я тоже хочу денег, это понятно, потому что, ну, блядь, это же, это же правда, это, блядь, понимаешь? Я вообще бы хотел побольше подарить добро, знание, именно знание, потому что, когда человек вообще много чего не знает, он бедный, понимаешь? Когда ты много чего знаешь, для меня ты богатый. Богатство это просто там деньги, тачки, девушек. Нет, богатство это знание. Ты читаешь книги? Я много читал, бро. Я больше даже люблю философию. Хорошо, вот скажи топ-3 книг, которые ты прочитал. Только не русские книги, бро, я еще русские книги не читал. Не знаю? Еще не читал. Но я, но, но я, но, но я, я знал писателя Пушкина, вот, я, ну, много чего прочел про него, потому что у него вообще очень интересная история, короче. А ты что-нибудь знаешь из Пушкина? Ты же понимаешь, что это Пушкин, это застояние России, и то, что он такие стихи писал, такие до сих пор никто не может повторить. Ну, я не скажу, что я слишком много чего знал про него, но я просто недавно, да, прочитал в интернете, что у него вообще ловзники с Африки. Да, у него же он тоже кучерявый. Да, мне так говорили, я прочитал. И видео о перестрелке. А вот смотри, как бы, у вас есть ямайские поэты? Кто с Ямайки знаменитый очень? У нас там Мэйли Квин. Мэйли Квин, он вообще очень интересный, вообще много чего писал. А, кстати, Боб Мэйли тоже писатель был. Боб Мэйли? Как тебе Боб Мэйли вообще? Как к нему относится на Ямайке? Боб Мэйли, он вообще у нас легенда. Не только на Ямайке, я думаю, что он везде. Он везде легенда. А как тебе Дэймон Мэйли? Дэймон Мэйли? Дэймон Мэйли тоже люблю. И очень-очень люблю даже, потому что мне больше нравится, как он работает. Его стиль, ну, ты понимаешь, у него вообще совсем не регель сейчас уже. У него слитам, hip-hop, и рага-махин. И очень круто поученца. Боб Мэйли. Боб Мэйли. Боб Мэйли. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу Ты понимаешь, что всё завязано в деньгах? Это понятно. Если бы у тебя были свободные деньги, ты бы занимался только творчеством и не думал бы, что завтра ты будешь кушать. Да. Так вот, разве деньги не главное тогда? Смотри, с деньгами можно всё делать. Это понятно. Но иногда даже с деньгами очень хуже становится. Я тебе говорю. Потому что я знаю много людей, даже в России, богатых людей. У меня вообще много знакомых богатых, кстати. Но иногда мы с ними общаемся. Я помню, что человек вообще богатый, у него всё есть. Он вообще съездит везде, куда хочет. Но когда мы с ним общаемся, я помню, что ему вообще много человек хватает. Нет, подожди, стоп, стоп, стоп. Мы говорим конкретно про тебя, а не про кого-то. Про себя я всегда сказал. Ну, я всегда говорил, что я Растафарист. У меня только добро в сексе. Мне интересно. Деньги мне нужны, это понятно. Потому что без денег тоже, ну, блядь, сложно жить. Это понятно, как везде. Но. Но. Сначала добро. Добро. Настроение, бро. А вот ты бы пошёл выступать на корпоратив, например. Ну, за деньги, за большие. Да, почему нет? Ну, на корпоратив такой, где, знаешь, как бы будет, не знаю, толстые дяди, тёти, в пиджаках. И тебе сказали, пой там эту, какую-нибудь повсу. Я бы пошёл. Ты можешь был бы купить? Либо ты не продаёшь? За культуру я бы пошёл. Не за культуру, а просто за деньги. Вот тебе заплатили бы, грубо говоря, не знаю, там, десять тысяч долларов за два часа. Но тебе при этом пришлось бы как бы перешагнуть себя. Ты знаешь что? Если я тебе говорю, что деньги не самое главное, не знать, что деньги это плохо, понимаешь? То есть ты бы согласился? Я бы согласился. Потому что деньги тоже нам нужны. Я бы пошёл, получил эти деньги и бы помогал другим людям. То есть ты... Я бы так сделал. Ты бы помогал другим людям? Да. Я уже этого даже сделал, даже в Питере. Иногда так, ну, после метро, ну ты же знаешь, иногда в метро там сидят такие бабушки, да? Я уже так много раз сделал. Ты знаешь, как он такой милый, а? Ага, милый, милый, милый. Как он милый же тот, да. Такая тема. Я понял. Слушай, давай ещё про сцену поговорим. Как ты думаешь, что не хватает на сцене в России? Российские музыканты, да? Мы вообще работали с иностранцами. Вот что не хватает тут в России. Они очень мало работают с иностранцами. Я тебе скажу, что они бро. Если честно, я вообще когда дома был, никогда не слушал русскую музыку. Прикинь? Но я вообще сюда приехал, Я слушал русскую музыку просто потому, что я в России живу. Но дома вообще никогда не слушал. Но не знаю, что в России плохо поёт или плохо читают. Нет. Блядь, я даже тут вообще офигел. Слушал рэп. Много рэпов тут слушают. И они, блядь, очень круто читают. Но почему вообще за границу много не слушают русскую музыку? Просто потому, что они работают с иностранцами. Больше не хватает. Подожди. А вот смотри, а ты русскую попсу слушал? Конечно. Какую, например? Что ты знаешь из русских попсов? Я знал Аки Асти. Это крутищие попсов типа там «Руки вверх», «Иванышки Интернешнл». Ну я просто не слушал больше. «Напаринный пух», «Жарайю», нет? Нет. Не твоё? Не твоё. Хорошо, а вот из русских рэперов, кого ты любишь? Бляааа, я уважал и очень люблю «Рендигу». Рендигу? Да. Круто, да. И тоже «Маяги Яншпиль», тоже очень уважал. А эти да, мои мои хорошие. Я очень уважал, потому что мне очень нравится стиль. И они тоже очень открыты, очень открыты эти чуваки. Хорошо, давай ещё поговорим о быте. Как здесь быту тебе вообще? Тебе сложно тут за работу искать? И сложно вообще общаться с другими людьми в магазинах? Мне вообще не было сложно, слава богу, найти работу. Общаться тоже мне вообще не сложно, бро. Мне вообще часто пишут в инсте, в контакте, везде. Понимаешь? Но я думаю, что у других амфов вообще сложно. Мне не сложно, почему? Потому что я же двоеческий человек, все захотелось со мной, да, пообщаться. И по мне много идей, понимаешь? Но для других вообще сложно, если честно. Потому что я же общался тоже с ними, и они мне часто говорят, что, блядь, очень сложно тут найти работу. А кем ты здесь работал? Я вообще тут работал репетитором на английском, и преподавателем тоже на английском, французского и итальянского языка. А и все? Только репетитором? Да, я же пока учусь, поэтому мне вообще не надо, мне вообще не надо сложной работы, короче. Сколько ты времени уделяешь творческому? Смотрю тема. Вообще, когда я стою, я сначала молюсь. Благодарю богу, что я жив. Извини, а кто в твоей повере? Я Растафарист. Растафара – это религия у нас. Ты, по-моему, знаешь 100%. Слушаю музыку, и если надо, там, где что-нибудь учиться, или там заниматься, я продолжаю. Слушай, вопрос такой. Не хотел бы стать белым? Почему так? Я не знаю, что... Вообще, таких желаний вообще не должно быть. Ну, модуль, может быть, захотел бы. Вот, например, наши многие рэперы хотят стать черными. Вот многие, я знаю, вот прям они в интервью говорят, я бы хотел быть родителем черным, я бы такой-то даже бы считал. Но у меня вообще никогда не были такие желания, потому что я всегда думаю, что... Если я сейчас афро, значит, что так должно быть. Бог так решил, и так должно быть. Я никто, чтобы тут решил, что, блядь, почему, почему. Зачем такие вопросы? Я думаю, что они вообще должны быть... Никогда... Ну, нельзя вообще так об этом думать. Надо уважать себе. Уважать тоже Бога, потому что Он сам так решил, чтобы ты стал таким, понимаешь? И так должно быть. Он все знает. Он же знает будущее. Он же знает, что будет. Скажи по своей Давыде. Ну, это сейчас мой стиль, и почему... Я не могу тебе сказать почему, но мне просто нравится, и я себя так очень хорошо чувствую. Короче. И все. Просто так. А если твои ядроиды отрезаются с курицей, ставит? Да ладно. Он даёт место за тобой. И так, всем спасибо, что посмотрели этот ролик. Пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал. Майкл, спасибо, что посетил меня. Спасибо, что посетил меня. Спасибо большое, брат. Спасибо большое. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok